Здравствуйте, друзья! Меня зовут Станислав Радзешевский. Мы с вами вновь говорим о рыбалке. Мы в торговом центре «Экстрим». Это, пожалуй, самый большой в Европе специализированный торговый центр для туристов, охотников и рыболов. Под общей крышей более 500 магазинов. И именно здесь понимаешь, сколько всего придумало человечество, чтобы вытащить рыбку из пруда. Но без хорошего лоцмана в этом море снастей можно и заблудиться. Продолжая готовиться к весенне-летнему сезону, мы с вами сегодня будем подбирать матчевые и баллонские снасти. Поможет нам в этом ведущий эксперт одного из магазинов Александр Пахомов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Саш, если вам не сложно, давайте представим такую ситуацию. Я обычный человек, который более-менее ловит на маховую снасть. Я уже привык ловить и карасиков, и платвичку, уже до подлещика хорошего добрался. Но на водоем приходит человек, у него катушка, какое-то длиннющее удилище, делает такое движение и через 3 минуты вытаскивает здоровенного леща. Я хочу его поймать. Я прихожу к вам, и вы мне объясняете, почему я дурак. По вашим описаниям, я думаю, что это, скорее всего, было матчевое удилище. Да, скорее всего. Матчевое удилище является штекерным вариантом, хотя есть и телескопические матчи. Но классика жанра это... Классика жанра это штекер. Ну, так как телескоп, он в любом случае штекеру проиграет на всех показателях, начиная от заброса, заканчивая проводкой вываживания. 4,50 палочка, тестом в 30 грамм, достаточно неплохое удилище, но все же для любительской ловли я бы предпочел посоветовать удочки 3,9-4,2, потому что с ними намного проще обращаться. Это уже немножко более специализированный вариант. Данные удочки обладают кольцами на длинных ножках, это сделано для того, чтобы во время дождя леска не налипала на бланк. Для ловли матчем необходимо иметь катушку, в основном для этого используются матчевые катушки. Они обладают мелкой шпулей, задним фрикционным тормозом и высоким передаточным числом. Хотя, в принципе, можно использовать для этого совершенно любые катушки, лишь бы шпуля была не меньше 40 мм. С хорошей вместимостью. С хорошей вместимостью, ну, можно сказать и так, и чтобы она была забита леской под самый бортик. На матчевых удилищах есть такая особенность, на них используется тонущая леска. Наверное, не раз многие зрители видели на коробочках надпись «МАСИНКИНК». Совершенно верно, это вот она и есть. Скажите, материал колец? Материал колец... Как правило. Как правило, здесь используется в основном металлокерамика. А поплавки для данной ловли используются, соответственно, тоже матчевые. Матчевые. Они достаточно разные. Некоторые из них обладают дополнительной огрузкой. Это вот шайбочки. Шайбочки. А это для... Это сменные антенки. Как солнышко вышло, как очки. Солнышко вышло, тучки появились. Да-да-да. А также есть поплавки. Они называются мультиколор. Для максимального определения поклевки. Они увеличивают шанс разглядеть ее. Будь это маленький подъем, будь это маленький приток. Вы сразу же обратите на это внимание. На расстоянии. Друзья мои, но все-таки весна хоть и шагает по планете. Страна у нас огромная. И мы отправляемся на рыбалку по последнему льду. На этот раз наши друзья из интернет-клуба «Росфишинг» собрались в дальнее путешествие в Нижегородскую область. Всего-то одна ночь в дороге. И рано утром автобус уже на берегу Чбоксарского водохранилища. Судя по количеству насадки и прикормки, к рыбалке ребята подготовились капитально. Есть чем выйти на лед. Место это для почти всех участников экспедиции новое и неизведанное. Посмотрим, чем оно порадует наших героев. А вот тут ловили? Нет, я первый раз здесь. С клубом собрался, приехал. Посмотреть. Рекомендации хорошие. Посмотрим. Итак, жерлицы поставлены. Начинаем ждать поклевки. Первый пошел. Будем надеяться на большой выход рыб. А вот мои коллеги-мормышечники не только надеются, но и действуют. И это быстро приносит результат. Первый куньочек. Первый куньочек. Откуда ты здесь, брат? Еще не сто мормышков пустить. Быстро еще не значит здорово. К сожалению, только такие некрупные полосатики и клевали весь день. Да и тех, в общем-то, приходилось буквально вымучивать. Ну, рыбаки. Рыбачи. Да. Рыбачи. Что поймали-то? Ну, полный пакет. Молодцы. Ой. Я замутился. Ну, а что у тебя? Там мелкий кушок, больше ничего. Много? Нет. А что к 30, наверное? Так, чуть поменьше, наверное, так-то поймал сейчас. Однако следующее утро команда встретила с оптимизмом. Сегодня клев будет, как на черных камнях. Они не пройдут. И оптимизм этот почти сразу же оправдался в виде некрупного судачка, лениво зацепившегося за балансир. Сразу повис просто и все. Не было даже никаких потычек, ничего. Как коряжка. А на этом доме ловили раньше? Ловили. Здесь берш очень хороший. За килограмм иногда бывает, валивается. Берш в основном на тюльку берет. Рыбка, каспийская, адаптировалась в Волге. Сейчас уже поднялась, что, говорит, выше Твери даже есть, попадается. Излюбленное лакомство судака. Режем на половинке. Ловит уже на нее повсеместно. А чем так хорошо? По вкусу судаку пришлась. Это основная его кормовая база. Передвигается не быстро рыба. Судак достаточно ленивый товарищ, чтобы гоняться за более сильной рыбой. Ее и много, она кучная. В стае улетает с открытым ртом. Ну, убивает себе желудок. Вся команда переключилась на балансиры и блесны с подсадкой тюльки. Однако, следующий хищник оказался хоть и побольшее, но уж совсем неприличного размера. Красавица. Ловский судак. Плыви. Давай. На что, понимали? На балансир. Вот по первому льду каждый день, наверное, вот приносили там по три, по четыре, вот, которые на три, на четыре килограмма судаков. Вот таких вот, по первому льду. Сейчас уже, конечно, меньше. Сейчас вот два килограмма, это уже за счастье, если попадется. Ну, это объяснить можно по-разному. Либо кормовой базы достаточно, что он сюда не выходит, отсыпается. Мелочи, может, не хватает, она выходит сюда, поближе. Почему окуня мало? Я тоже вот не могу это объяснить. Вроде бы должен быть, а его очень мало. Белая рыба, она тоже здесь держится. Вот чуть подальше, там поглубже, вот там в этой яме белая рыба есть. Гестера, лещ. Лещ еще, у него любимые места, вон там, там речки впадают, нюжма. И вот там любят лещ держаться. Там его рыбаки подлавливают. Ну что же, было решено переместиться подальше и поглубже в поисках белой рыбы. Еще десяток-другой лунок, и эта полоса невезения должна закончиться. Здесь рыба есть, в этом никто не сомневается. На нижнюю парочку, да. А я попробую. Прямо супер. Сейчас поставим. Что собирается слоить, такую рыбу? Что клюнет? Предположительно, плотва. Однако первым начал клевать на мормышку опять все тот же, вездесущий окушок. Потом очередной клыкастик позарился на балансир. И вот, наконец, поклевка на поплавочную снасть. Но такого никто не ожидал. Ёрши платва в одном флаконе. Вот он, вот он. Ух ты, две. Вот это ёрши. Блин. Вот так вот, дубень. Видимо, ёрши не зря многие называют хозяином водоёма. Платву он с собой всё-таки привёл. И, пусть и не крупные, но такие красивые рыбки весьма порадовали наших рыболов. Вот её зовут платва. А тут вернулась экспедиция с русла в Волге и привезла с собой щуку. Килограмм шесть, наверное. Восьмёр есть сто пуду. Нету. Вне зависимости от веса все с удовольствием зубастой сфотографировались и решили предпринять экспедицию на далёкое лесное озеро. Пустите, первый ряд. Первый ряд уже там. У меня билеты в первом ряду. Как всегда, не обошлось без приключений. Давай, раз, два, три! Ещё раз, два, три! Ну вот, наконец, и прибыли. Ещё пару километров по лесу и озеро раскрылось во всей красе. Как всегда, чем дальше от дома, тем лучше рыбалка. Это бытует такое мнение. Говорят, здесь такие окуни. Чёрные, крупные, горбатые. Посмотрим, что будет. Это кто его сказал? Местные сказали. Обещали, много окуня. Вот чё-то мелко. Вот хочу хитрую оснастку балда попробовать. А что такое за оснастка? Балда, ну это чисто окунёвая оснастка. Представляет из себя такую конусную, ну, мормыш, как, болванку. И два крючка. За счёт того, что крючки жёстко не закреплены, во время игры они поднимаются вверх-вниз, чем очень привлекают окуни. Вот он, первый полкилограммовый. Ну вот, пока мы беседовали, пока рассматривали балду, грамотные ребята уже начали ловить. Ну, во всяком случае, местные не обманули в одном. Окуня действительно много. И размерчик как раз мой любимый, спортивный, мормышечный. А что, кому не нравится, может и не ловить. Остальные получают удовольствие. И цвет, как и обещали местные жители, в основном чёрный, но иногда встречаются вариации. А у шуха из мелких хершей и окуней по праву считается одной из самых наваристых и вкусных. Она и послужила достойным завершением этого путешествия на Нижегородчину. Ну вот, друзья, собственно, и всё. Надеюсь, что в следующей программе мы больше времени будем уделять именно летней рыбалке, потому что зима всё-таки заканчивается. Меня зовут Станислав Розешевский. Счастливо! Спасибо! Спасибо! Продолжение следует...